У одних потолок протекал, а у других чуть ли не падал. Срок ответа по этим бытовым проблемам Оренбургцев уже прошел. Сюжет в рубрике «Строк ответа сегодня» об их тяжелой коммунальной доле мы показывали ранее. Однако специалисты с опозданием, но все же готовы успокоить людей. 12 сентября жители деревянного двухэтажного дома рассказывали, что это здание построено в начале 20 века. А последний капитальный ремонт в нем делали в 1961 году. Местные уверяли, здание разваливается. Люди уже несколько лет боятся находиться под его крышей. Квартира выше, угрохнула стена. У меня звется потолка, мне управляющая компания говорит, а это вы сами себя заливаете. Самые опасные места в доме показали коммунальщикам. Затем в ведомстве сообщили, что 63-й дом на привокзальной пока не признан ни ветхим, ни аварийным. Известно, что 31 октября будет приведено внеочередное голосование, где решат, когда специалисты проведут детальное инструментальное обследование дома. Стоит также отметить, что специалисты управляющей компанией Оренбургской заявили, что санитарно-техническое состояние дома, за которым должны следить его жители, оставляет желать лучшего. Все предписания люди должны устранить до декабря. В официальном ответе Управление жилищно-коммунального хозяйства города указали, что в ближайшие дни специалисты также выйдут на место. Точную дату визита можно уточнить на сайте администрации города. Проверка на прочность прошла. В начале октября в редакцию обратилась 80-летняя Галина Александровна Баженова, которая живет на улице Богдана Хмельницкого, 4. Несколько лет назад женщина заметила на потолке водяные разводы. Со временем над головой пенсионерки нерукотворно нарисовалась вот такая картина. Разница не проблема, видимая проблема. Три года у нее в квартире текла крыша, жаловалась женщина. Сегодня стало известно, кровлю сделали. Свежих следов нет, помимо этого сообщили в Управление жилищно-коммунального хозяйства. Уже устранили и последствия былых протечек.